Всем привет! В этом видео поговорим о том, что взрыв в США грузового поезда с опасным веществом привел к экологической катастрофе. 3 февраля в штате Огайо произошла крупная железнодорожная катастрофа. Грузовой поезд, состоявший из 150 вагонов, при невыясненных обстоятельствах, сошел с рельсов. Из 150 вагонов, по меньшей мере, в 20 содержались химикаты. Крушение поезда привело к взрыву этих химикатов. Американские экстренные службы прибыли к месту пожара только спустя сутки после происшествия. Американские СМИ по традиции не стали это чрезвычайное происшествие широко освещать, чтобы не распространять панику среди населения. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщил, что федеральное правительство держит руку на пульсе и окажет властям штата Огайо необходимую помощь в ликвидации последствий выбросов вредных веществ в атмосферу. Издание «Аксиос» позднее сообщило, что власти штата Огайо эвакуировали до тысячи жителей городка Восточная Палестина, расположенного недалеко от места крушения поезда, во избежание их отравления винилхлоридом. Это опасный газ, который используется в промышленности для создания пластика и винила. Экстренные службы, прибывшие на место аварии, спустили из цистерн весь оставшийся винилхлорид и сожгли его. Это привело к тому, что в течение суток над городом Восточная Палестина стоял массивный столб черного дыма. Теперь оказывается, что в грузовом поезде, который потерпел крушение, привозился не только винилхлорид, но и ряд других не менее опасных веществ. Речь, в частности, идет об этилгексилакрилате, избутилене и бутилакрилате. Избыточная концентрация указанных веществ в воздухе приводит к сильному отравлению. Издание Washington Post сообщило, что спустя двое суток после аварии власти штата Огайо разрешили эвакуированным гражданам вернуться домой. Однако, вернувшись на место, люди столкнулись с головной болью, начали испытывать тошноту и недомогание. Позднее врачи сообщили о том, что винилхлорид в высоких концентрациях оказывает крайне негативное влияние на центральную нервную систему человека и может спровоцировать рак печени. Позднее также выяснилось, что при возгорании винилхлорид выделяет фазген, который использовался в ходе Первой мировой войны в качестве удушающего газа. Тем временем за прошедшие дни с момента крушения поезда, по данным Департамента природных ресурсов Огайо, в водоемах штата погибло свыше 3,5 тысячи рыб. Власти штата запретили людям использовать воду из-под крана и перейти исключительно на бутилированную воду. По данным конгрессмена Джоама Боумана в вагонах перевозилось 500 тонн винилхлорида.